Добрый день! Сегодня мы будем знакомиться с таким как направление как декоративный натюрморт У нас стоит задача нарисовать натюрморт по плану восточный, но я думаю, что не надо нас ограничивать этим Мы рисуем натюрморт русский, восточный, американский и так далее любой натюрморт лишь бы он был красивый Итак, декоративный натюрморт Как его мы выполняем? Изначально мы делаем набросок карандашом где и как располагается Я уже выбрала картинку Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, моя палитра Я испробовала все цвета И выбрала, что мне нравится Еще мне понравился вот этот цвет Это просто пробовали оттеночек И идем дальше Смотрим А здесь специально полосу оставила чтобы разложить еще раз те цвета, которые мне понравились Цвет бумаги у нас интересный Мы его будем использовать Сейчас у меня 6 цветов Возможно, мы добавим 7 Потому что мне очень нравится Что-то такое яркое, светлое Возможно, нам понадобится Дальше Вот она палитра Мы ее подобрали Каждый цвет я намешала в отдельную баночку Чтобы он остался у меня Так как дважды или даже трижды один и тот же цвет намешать невозможно Поэтому надо использовать баночки Так как у меня формат маленький Это А4 Мне по пол баночки Где-то вот столичка По пол баночки Красителя достаточно Вот смотрите Обратите внимание Здесь какие-то появились беленькие штучки Это титановые белила В темпере или в акриле И даже в гуаше иногда Любят отсоединяться от красителя Это неплохая краска Берете кисть Перед тем, как начнете работать краской Ее перемешать И работаем После высыхания она не отделяется Каждый цвет я подписала Ну на всякий случай Чтобы запомнить Когда я подбирала цвета Смотрите Вот у меня тут есть Этот цвет мне понравился А этот у меня намешан Он немножко отличается Но он мне нравится Вот этот и этот цвет Я еще пока думаю Добавлять мне красного или нет Вот этот мне цвет больше нравится Чем этот активный оранжевый Вот такой будет пятый цвет И шестой будет вот такой цвет Ну в принципе он меня устраивает Ну что, теперь за работу Начнем мы Самые главные Такие принципы у нас Чтобы ничего не потерялось Если кувшин будет светлый То фон должен быть темный Это не зависит от цвета Красный, розовый, желтый Все равно Если в целом кувшин светлый То в целом ткань темная Если здесь ткань темная Светлый кувшин Темное яблочко Средний тон у огрушки И светлый может быть виноград Или темный Прям темный-темный И тогда яркая может быть тарелочка То есть это все в голове Мы должны продумать Разложить В идеале к большому формату Делаются маленькие подмалевочки То есть раскладывают цвет без деталей У меня уже, наверное, опыта достаточно Чтобы сделать без эскиза цветового Хотя его надо делать Потому что даже у меня иногда Бывают прорехи И я перекрашиваю цвета Но так как я работаю Темперной краской Она намного плотнее Гуашевой краски и акриловой краски То здесь любой цвет Можно перекрыть полностью И это не будет заметно То, что я его перекрасила Работу эту декоративную Можно выполнять краской любой Хоть акварелью Единственное, надо учитывать То, что если вы работаете акварелью То у вас нет права на ошибки То есть акварелью Она не справляется Если вы работаете гуашью Гуашь, если она плохо размешана Она оставляет белесые Такие Как бы проявляется белесость Какая-то определенная Допустим, где вот так идет кисть И может на стыках выходить Какие-то белесые оттенки Если вы работаете акрилом Акрил немножечко прозрачный Гуаши и акрил Она хоть и перекрывается Но не так сильно, как темпера Темпера имеет полную укрывистость То есть она прокрывает полностью лист И непрозрачная Я думаю, что можно уже приступать к работе Работу можно вести кистями синтетическими В пони Колоночек Ну, белочкой можно Но тогда надо разводить более жиденько Вот у меня здесь кисть Малевич Здесь микс натуральный и синтетическая Ну, довольно-таки мягкая, упругая, средняя Это у меня Рублев Колоночек Сначала мы начнем с того, что будем работать с большими цветами Будем прокрашивать Просматривать Ну, начну с этого цвета Очень уж он мне интересен Я думаю, так как у меня игрушка яблочко Красный и желтоватый оттеночек То саму вазу можно делать какой-нибудь такой А еще не забываем то, что у нас цвет бумаги Тоже может быть использован Так что я сейчас сразу же буду прокрашивать И думать, где у меня будет оставаться цвет бумаги Это так как он светлый цвет бумаги То там, где свет, там оставляем больше Этого цвета У меня свет будет с этой стороны Декоративный натюрморт можно выполнять с тенью и без теней По вашему желанию Я декоративный натюрморт сравниваю с головоломкой Надо сидеть и продумывать Где какой цвет ляжет И как Будет смотреться цвет здесь в определенном месте И сразу же продумывать Где будет узор Значит, как выбираем мы кисточки в первую очередь Любая кисть должна иметь хвостик Такой красивый хвостик Вот здесь вот так не имеет хвостик Но если мы намочим, вот он хвостик имеется А вот у меня есть страшненькая кисть Смотрите, какой у нее хвостик Она испортилась не потому что фирма А потому что я ей много работала Такой кистью мы не рисуем Она мне нужна для замешивания красок Вот такая кисть Как мы еще работаем с декоративным натюрмортом Вот мы взяли один цвет И максимально им поработали везде Учитываем, что где-то будет цвет Останется в нашей ткани А где-то сразу продумываем Что-то добавим из других цветов Я подумала, что цвет, тон Тон кувшина будет средний Будет темная ткань довольно И средний по тону будет кувшин А дальше светлые будут фрукты Яблоко и груша А виноград будет, мне кажется, довольно темным То есть когда вы ведете свою работу Обязательно думайте о том Какой будет рядышком цвет И изначально мы взяли 6 цветов Но по итогу Когда уже будет почти готова работа Так обычно я всегда делаю Я могу добавить еще один цвет В определенных местах Вот так смотришь Иногда бывает смотришь И думаешь, да, вот здесь не хватает Вот такого цвета И добавляем То есть сразу берем Можно, допустим, брать 5 цветов И сразу 5 А 6 добавить потом Если вам нужно еще ограничение палитра В 3 цвета То сначала двумя работаем А третий вообще в самом конце Добавляем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok